Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку. Меня зовут Талья. Для тех, кто меня смотрит впервые, живу я в Турции, в городе Анталия. На своём канале я рассказываю о ароматах, о парфюмериях разных. Я не профессионал, я не много знаю о парфюмерии, я просто рассказываю своё мнение и своё впечатление о том или ином аромате. Ни в коем случае не претендую на профессионализм какой-то вроде парфюмерии. Нет, нет, нет. Я просто говорю, что мне нравится или какие у меня ощущения от того или иного аромата. Может быть, кому-то я могу помочь в выборе аромата, если вы находитесь в поиске какого-то аромата или если вам интересен тот аромат, о котором я говорю, вы меня послушаете. Может, после этого ваше мнение изменится и вы решите его или приобрести себе или наоборот уберёте его из своих хотелок. Сегодня я хочу с вами поговорить о одном весеннем аромате. Всё-таки уже весна, и нам хочется чего-то такого весеннего, цветочного, приятного, нежного, солнечного, чтобы на душе было светло от этого аромата и вся наша внутренность наполнялась каким-то счастьем. Для этого нам нужны, парфюм, любителям нужны ароматы, конечно же. Цветочные, весенние, чтобы нам всё напоминало о весне. В общем, этот аромат я могу назвать не только цветочным весенним, он такой же, так же и летний. Вот я сейчас вам хочу рассказать о Труссарди Майскент. Прекрасный аромат, весенний, летний аромат. У меня в концентрации туалетная вода. Да, 50 миллилитров, и видите, уже у меня осталось на донышке почти миллилитров, может, 10 осталось, наверное, я думаю. Аромат довольно-таки приятный, хороший, весенний, цветочный и немножко фруктовый аромат. Вот, фруктов здесь всего лишь одна груша, но она довольно-таки ощущается. Особенно в первые полчаса она очень сильно чувствуется, но потом она уходит, оставляя место цветам. На первом этапе я ощущаю грушу, как я уже сказала, как только нанесла аромат, сразу же мне в нос бьет именно как грушевый лимонад. Именно грушевый лимонад, вот эти газики бьют в нос, и вот такое ощущение, как только наносите. Я нанесла аромат уже минут 20 назад, наверное, уже груша почти выветрилась, я ее почти не ощущаю. Я слышу только прекрасные цветы. Цветы, сирень, белые цветы, и ощущаю розу. Немножечко, чуточку я ощущаю мускус, но так как я с мускусом дружна, для меня он приятен, скажем так. В общем, девочки, у нас основные аккорды – это цветочный, мускусный, свежий, пудровый и древесный. Я не согласна насчет древесности, потому что я не ощущаю древесность в этом аромате, от слова вообще. Теперь у нас этот аромат. Этот аромат был выпущен в 2015 году и парфюмер Наталия Граче Гетто. Нет, Джетто. Наталия Граче Гетто. Надеюсь, я правильно выговариваю имя этой дамы-парфюмера. Но, тем не менее, я думаю, никому не сложно открыть фрагрантику и почитать о этом парфюме, о этом аромате, что пишут, какие здесь ноты. Верхние ноты у нас цветочные ноты, да, я ощущаю цветочные ноты, но я не могу вычленить, какие именно здесь цветы. Да, я не могу понять, какие именно в этом аромате цветочные. Сами цветы я впервые вообще так, не знаю, они как-то так закручены, эти цветочки, что непонятно, какие там цветы. Так, цветочные ноты и груша. Вот грушу я прекрасно чувствую. Первые полчаса, потом она уходит. Средние ноты сирень и роза. Вот сирень я слышу очень хорошо. Прекрасная сирень, но она не такая явная, как в Турсарде Майнейм. Там сирень, конечно, самая настоящая. А здесь она смешана с другими цветочками и не такая явная. Вот так вот. Базовые ноты у нас гелиотроп, кашмиран и белый мускус. Что я могу сказать насчёт кашмирана? Гелиотроп я не очень ощущаю, белый мускус немножечко. Но кашмиран всё-таки делает этот аромат, наверное, именно из-за кашмирана он пудровый. Да, пудровый аромат. Как я уже говорила, я его наносила. Вот он сейчас на мне играет. Груша уже выветрилась. Сейчас я прекрасно слышу аромат сирени, розы, немножечко мускуса и белых цветов. Самое интересное, что, как я уже сказала, я не могу понять, какие там белые цветы. Для меня это букет белых цветов, но их много, и они мелкие эти цветочки. Даже не цветы, а цветочки. Маленькие-маленькие цветочки. И они разные. Вот такая вот смесь. Некоторые люди думают, не думают, а на некоторых женщинах он так себя ведёт, именно из-за этих маленьких цветочков, что им кажется, что он замыливается. На самом деле нет. Он не замыливается. Просто цветочки настолько маленькие, настолько их много, и настолько они разные, что мы не можем понять, какие именно там цветы, и нам кажется, что он замыливается. Но нет, я тоже так поначалу думала, нет, на самом деле не так. Но это именно моё мнение. Я огромный парфлюбитель. Я самая настоящая парфманьячка, но я ни в коей мере не профессионал. Нет, насчёт стойкости я могу сказать, что этот аромат не очень стойкий. На моей коже он живёт пару часов, а потом он постепенно исчезает. То есть через часа три от него не остаётся ни следа. Теперь насчёт шлейфа. Шлейф здесь умеренный. Я бы даже сказала, меньше, чем средний. Да, меньше, чем средний, но аромат приятный. И весенний, вы знаете, этот аромат никого-никого не задушит. В том числе и вас сам он не задушит. Не рискуете быть им задушиной. Но, в общем, расход довольно-таки большой. Я обычно наношу ароматы, более стойкие ароматы. Два пшика не хватает. Ну, иногда три. А этот я могу нанести и четыре, и пять пшиков. Он меня не душит. Но, наоборот, он довольно-таки мягкий. Но в то же время он очень такой ощутимый аромат. Он яркий, но не наглый. Его приятно ощущать. Он, я думаю, для весны идеален. Именно для весны. Самое лучшее время весна. Но для лета он тоже хорош. О, смотрите, у меня и ногти даже накрашены под этот флакончик. Надо же, а я их... А я и не собиралась снимать про этот аромат. Только напоследок уже решила снять его. А ногти-то накрасила я уже несколько дней, как назад. Ну, вот так вот совпало. Так, не знаю. Мне, в принципе, Труссарди, сама марка мне нравится. Да, сам этот бренд мне нравится. В нём хорошие ароматы. Из тех, какие я слышала, мне они нравятся. У меня ещё есть вот такой вот ароматик. Это Труссарди My Name. Я вам уже о нём рассказывала раньше. И он, сказать, если честно, мне, именно мне больше нравится My Name, чем My Skit. Почему мне больше нравится? Потому что здесь самая настоящая сирень. Живая сирень, красивая сирень. Как будто вы находитесь в саду, где цветёт сирень. Сирень после дождя. Очень приятный аромат. Настоящая, живая сирень. Я люблю сирень, поэтому он мне нравится, конечно, больше. И я хочу себе такую большую, полноценный флакончик хочу себе обязательно. А когда закончится этот, я не думаю, что я буду его повторять. Всё-таки 50 мл мне хватило. Я им насытилась. И думаю, что больше я повторять его не буду. Знаете, такой пудровый, пушистый, мягкий, нежный аромат. Нежная сирень, нежные цветочки и нежная такая же нежная роза. Что ещё я могу сказать об этом аромате? Зелёных нот я здесь не ощущаю совсем. Нет, здесь они не заявлены. Тут только цветочки, только цветы, сирень, поначалу груша. Ну, в принципе, и всё. Насчёт замыливания я не очень согласна, но... Ну, как не очень согласна? С одной стороны, я и согласна, что он замыливается. Это нам так кажется. Но на самом деле слишком много маленьких белых цветов, и непонятно, какие именно цветы. Из-за этого нам может показаться, что он замыливается или пахнет гелем для душа. Но на самом деле прелестный аромат для меня. Он прелесть, прелесть. Для весны, не знаю, это удовольствие. В нём сирень я прекрасно слышу, но не такую явную, как вот в майне. Здесь это ода сирени, а это нет. Здесь сирень есть, но она не такая, не такая яркая. Не знаю, мне очень нравится. Я его люблю, но больше, как я уже сказала, наверное, не повторю, потому что не так уж сильно меня он зацепил, как этот. У каждого из нас есть свои фавориты. Кому-то майскен больше нравится, кому-то майнейм. Я из тех, кому больше нравится вот этот ароматик майнейм. Мне нравится очень флакон, и очень нравится крышка, силиконовая крышка или резина, или силикон. И видите, он как бы как чулочком, наверное, обтянут. Но, не знаю, очень такая приятная, красивая крышка. Мне она очень нравится. И флакон сам очень нравится. Что еще я могу сказать о этом аромате? Немножечко... Немножечко есть аромат кожи. Замши или кожи. Она здесь не указана, но я думаю, что это так шалит мускус. Немножко я еще чувствую эту кожу. Ну, в общем, больше, наверное, мне нечего сказать о этом аромате. Кстати, что я хочу сказать еще? Этот аромат не только для... В общем, этот аромат вне возрастной. Он может быть... Он может прекрасно смотреться, как и на девочке 15 лет, так и выше, выше, выше и до бесконечности. Ну, для любого возраста этот аромат. Этот аромат больше дневной. Я думаю, на вечер он... Ну, для летнего вечера он, конечно, прекрасно подойдет. Можно его и на работу. Да, в любое время он никому не помешает. Он, в принципе, такой никого не задушит. И хороший аромат, но советую его обязательно тестить. Без тестирования не берите. И за тест делайте на коже, на своей коже. Потому что блотеры, они не передают раскрытие аромата. И настоящего аромата они не передадут. Поэтому тестите на коже, потому что если он на вас не сядет, то вам он может не понравиться. Может, вы мне потом скажете... Не мне, а вообще скажете, что этот аромат очень мыльный, очень замыливается. Есть такой риск. И, видите, мускус. Все-таки здесь есть белый мускус. Он на мне сидит хорошо. Он мне выдает сейчас кожу или же замшу цветочную такую пудровую. Но если вы не дружны с мускусом, тоже будьте осторожны, потому что может выдать что-то неприятное. Поэтому рекомендую обязательно к затесту. Тестите я только потом. Если он вам подойдет, покупайте. Что я могу еще сказать о нем? Наверное, я все сказала, ничего не забыла. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели, послушали меня. До скорых встреч. В новом видео я расскажу уже о каком-нибудь другом прекрасном весеннем аромате. Всего хорошего. До свидания.